Доброго времени суток! Я Макселлер на канале Fannie Mosham School и сейчас полезная информация для тех кто собирается начать свою деятельность на поприще выращивания грибов производства Итак, все что связано с грибами. Есть такая информация, что собрав необходимую информацию в странах Евросоюза можно получить гранды на строительство и обоснование своего грибного бизнеса Ну, насколько я знаю, суммы там не идут очень большие, там несколько десятков тысяч евро, как параметрам Евросоюза это немного Ну, естественно, доложив что-то свое, можно создать довольно-таки неплохо работающее предприятие Вот я предлагаю вам демонстрацию того, что есть у меня, очень быстро и очень в таком, можно сказать, телеграфном каком-то быстром темпе И суть этой публикации заключается в том, что я хочу вам сказать, что стены и помещения, они не должны вмещать в себе технологию Это просто запомните вот это правило, когда будете что-то планировать и строить, чтобы вы понимали, стены и помещения должны быть продолжением технологии Очень часто, когда люди звонят и говорят, у меня есть помещение, я хочу заняться там грибами Понимаете, это две разные вещи, когда мы будем вдавливать какую-то технологию в эти помещения И другое, когда мы будем строить помещения, в которых уже давным-давно запланировано и отработано все Это работает как франчайзинг То есть, что такое франчайзинг? Это каждое место, где расположен резетка, где расположен свет, где расположена вода, кран, умывальник и все остальное Это уже все отработано, где стоят стеллажи, где стоят блоки, где висит другая необходимая материала Значит, это все уже отработано и на изобретение вот этих всех мероприятий пойдут годы Поэтому, если позволяют средства, то лучше все-таки предварительно уже по вашим возможностям, по вашим средствам, по вашему образованию Найти все-таки возможность проконсультироваться относительно помещений, строительства и всего остального И непосредственно можно обратиться ко мне за всей информацией по вопросам и дополнительным вопросам Контактная информация есть под этим видео Вы можете перезвонить, связаться в Viber, Telegram, Skype Или позвонить по телефону и уточнить то, что вам будет интересно А относительно помещений Вот мы сейчас находимся в лаборатории Запомните, что в вашем предпринимательстве грибном у вас есть два важных момента и решения, которые вы примете предварительно на этапе планирования Это или ваше производство будет ориентировано на производство только грибов Или ваше производство будет ориентировано на производство мицелия своего и грибов Это два принципиально разных бизнеса Два принципиально разных вида деятельности Когда у вас мицелий покупной и когда у вас мицелий свой Поэтому сразу примите решение, какое направление развития вы будете брать для себя И соответственно этому будут происходить ваши целенаправленные действия Значит я буду рассказывать о том случае, когда у вас мицелий свой Когда вы будете сами его производить То есть вам нужна для этого будет лаборатория Там сзади, видите, нет предела совершенству Здесь стояла такая красивая раритетная печка Но она уже длительное время не использовалась Состояла только для красоты Из-за того, что был красивый кафель Но так как она занимала место и не использовалась Пришлось ее все-таки демонтировать Поэтому и сейчас в таком состоянии Вообще относительно всех развитий Помните такое правило, что нет предела совершенства И забудьте о том, что у вас когда-то в грибном бизнесе Будет какое-то статичное состояние Когда вы сделаете все И только останется уже зарабатывать деньги Здесь такого не будет никогда Сколько вы будете заниматься грибами Столько вы будете развиваться При том, что шаги здесь идут Дискретное развитие идет Здесь нет такого увеличения 10 блоков, 15 блоков, потом 17 блоков, потом 25 Здесь так не увеличится Здесь увеличится 10 блоков, потом 200 блоков, потом 2000 блоков Потом 200 тонн субстрата И вот таким вот образом здесь происходит развитие Значит, для того, чтобы произвести мицели Вам будет необходима лаборатория Как вы видите, лаборатория это отдельное помещение В котором происходят все работы непосредственно с мицелем У меня здесь пока еще на полках созревает некоторое количество мицелий Мне так удобно за ним наблюдать Я наблюдаю, потому что лаборатория Потому что происходит контрольное посево Мне нужно знать, как себя чувствует культура Значит, что в этом помещении еще нужно? В этом помещении есть моечная Моечная, ввиду технических таких вот Видите, она является здесь и таким вот И рабочим, там разная техника разрабатывается И так дальше Но главная функция моечной Вы не смотрите, что она маленькая Она очень удобная Она очень удобная из опыта Когда здесь приходится работать Непосредственно мыть посуду Лабораторную, это пробирки, банки И все, что касается там помылки То здесь не нужно никуда ходить Все находится на одном месте Не нужно никуда перемещаться Мы просто все делаем на одном месте Просто поворачиваясь Все находится под руками Это очень удобно И в принципе больше для этого не надо Само помещение кирпичное для лаборатории Оно имеет немного всего-навсего Где-то 5 на 5 Само ядро Но к нему приделаны еще дополнительные помещения В виде таких утепленных веранд Я бы так сказал временные пристройки Скажем так, каменному И вот непосредственно в одном из них Вот сейчас находится здесь инкубатор Вот аппаратура в нем Ну сейчас готовые мицеллии там стоят Поэтому температура снижена Находится инкубатор И другое помещение Которое тоже планируется Здесь находится Здесь планируется сделать Холодильник Ну все на этапе Вот там есть холодильники А просто поставить холодильный агрегат Утеплить вот это все И здесь будет непосредственно в этой пристройке Будет холодильник Это очень удобно Потому что со временем возрастает количество материалов И чтобы их нигде не искать Все находится в холодильнике Другое находится инкубатор здесь же И здесь же находятся как видите автоклавы И разные приспособления Все равно места всегда не хватает И непосредственно для других Тего что необходимо Есть еще сверху мансарда Но она используется чисто как склад То что не используется в данный момент Можно переносить просто наверх Для этого вот есть лестница Или взять оттуда Вот все что необходимо Фактически для лаборатории Что позволяет производить нам пробирки Ну как видите холодильник еще один Холодильников много Потому что нужно много материалов И со временем количество этих материалов Постоянно возрастает Потребность в свежих материалах Постоянно возрастает Поэтому предела И достаточницы места никогда не будет Вот здесь находятся пробирки на хранении Вот Вот такое относительно самого помещения Как вы поняли Для производства мицелия Вам необходимо будет иметь Вот такое помещение И непосредственно что необходимо будет Для производства уже грибов Необходим будет цех Очень хорошо если у вас получается Это совместить То есть выделить вот этих 5 на 5 квадратных То есть ну не 5 А скорее там 6 или 8 на 8 квадратных метров Для самой лаборатории холодильника и инкубатора И в дальнейшем это плавно будет переходить В другое помещение Которое уже будет непосредственно сделано Под изготовление и тиражирование мицелия И производство грибных блоков У меня это децентрализовано То есть Сама грибной цех находится на расстоянии 15 метров отсюда Что создает некоторое неудобство Потому что большое количество мицелия Его приходится сюда транспортировать То есть происходит загрузка и перегрузка Его из транспортных средств Вот если на этапе планирования То То лучше это делать в одном помещении Сократим размеры этих видео Потому что оно будет все равно очень обширным На этом пока все Если вас заинтересовала какая-то информация Вам нужна дополнительная информация Контактных данных под этим видео В описании Там вы найдете мои телефоны Вайбер, Телеграм Звоните, пишите И следите за публикациями Еще в одном видео я расскажу Те мысли, которые будут необходимы при планировании А с вами был Максель Я на канале Фанни Маршинску